Всем привет! Давайте, пожалуй, продолжим и потихонечку вспомним, что мы тут делали. Сегодня уже постараюсь я доделать, не будем слишком размазывать эту тортуру, доделаем немножко ее, доведем до хорошего состояния и уже я вам покажу, как подготовить дефи-файл, как сделать левел-шо, чтобы он в карте у нас сразу сохранился. И, собственно, давайте приступим. Ну и заодно сразу релизним ее, чтобы вы тоже имели в виду. В общем-то, я тут немножко поколдовал с текстурами, посмотрел тут чисто. Я не знаю, почему я в прошлый раз не додумался, но мы можем, в принципе, тут повернуть это дело. Так вот. И уже у нас более-менее сносно все это выглядит. Там в темноте особо будет не разглядеть, но тем не менее. Так вот здесь широкий, да? Ммм. Разные, слишком разные высоты, да? Я, наверное, по этому не делал. А. Как-то очень странно. Ну ладно, давайте не будем. Ладно, давайте не будем. И, в общем-то, мы начинали обозначать края, насколько я помню. Давайте этим продолжим заниматься. Давайте на старте, значит, по 4 юнита, насколько я помню. Копируем. Копируем. Сделаем врезаем. Копируем эту текстурку. И через Ctrl. Так вот наносим. Все сложного нету. Здесь также у нас Ctrl-Tab. Идем в вид сверху. Копируем. Врезаем. В общем, так же. Что мы делаем? Давайте. Везде. И манипуляции, чтобы у нас было. Красивенько. Усложнять текстурингом, наверное, лишнего не стоит. Так, здесь у нас. Давайте с палками потом разберемся. Давайте уберем, во-первых, вот эти чекпоинты. И уберем наш финиш, который теперь уже не финиш. Вот так вот. Текстурим это дело. Надеюсь, больше нам этого делать не придется. И в дальнейшем мы сможем просто раскопировать это все дело. И спокойненько дальше работать. Так, здесь мы опустили палочку, чтобы ее как-нибудь затекстурить. Так, что у нас есть по тем самым текстурам? Давайте вспоминать. Я в тот день, когда засыпал, в принципе, что-то придумывал. Давайте посмотрим. В принципе, вот это, да, как мы видим, очень даже ничего так ложится. Сейчас мы можем вот так вот как-нибудь сделать. Просто везде. Посетним. Она у нас такая вот красивенькая получилась. Снизу поставим. Так вот. А снизу, наверное, лучше будет просто темную текстуру и, как говорится, не выебываться. Так, а здесь... Давайте мы поступим следующим образом. Вначале мы сделаем из нее, так, с видом сверху, 4 юнита. Такую вот вещь. Так. Чтобы она у нас тоже по краям светилась. Так. Здесь мы... Можем... Так. Я вот думаю, может быть, сделать... Пустим, вот так вот. Поставить... Сюда лампочку. Фит. Зафитать ее. Да, естественно. Поставить область. Урла. Ресетнуть. Ресетировать. Тоже ресетнуть. И мы, наверное, сюда не провалимся. Но... И сюда просто... Ставим... Такую же... Такую же... Надеюсь... Так. Текстуру. Такая вот у нас получается стильненькая палочка. Снизу, правда, немножко видно. А давайте мы попробуем... Идут хоть сделать. Работу. Окей. Вот. Давайте мы... А, у нас тут... Нет, это не прокатит. У нас тут... Теперь много полигонов, видите. И такие вещи чреваты. Окей. Пусть так будет. Это, я думаю, нам не особо критично. И снизу, если что, тоже пусть светит. Теперь возвращаем ее с Shift правой кнопкой через Q. Поднимаем ее на высоты этого падика. Теперь у нас нету необходимости в этой палочке. Давайте ее уберем. А эту просто скопируем. Передвинем. Так, а я на каком месте она была? Давайте вначале мы скопируем. Пинем. Эту берем. А эту теперь просто поднимем на необходимую для нас высоту. Так вот. Так, и давайте посмотрим, как это все у нас выглядит. Делаем весь спин-оп. Так. Как там? Артур. Хлебну кофейка. Так. Так, сразу же небеса убираем. Теперь увидим. Да, выглядит вполне себе достойно, как по мне. Так я начинаю тормозить немножко. Лампочки, я думаю, пусть будут. Ничего критичного. Да, нормально. Так, и давайте продолжим. Буквально. С этого падика давайте мы... Куда же мы денемся от наклонных на Тартуре? Хотя, знаете, с другой стороны, мы можем просто эту вещь как бы отзеркалить. Отзеркалить. И все. Мы можем ее отзеркалить. Но будем не просто зеркалить. Давайте сделаем все-таки некоторое подобие продолжения. Небольшой мостик. Ctrl-4, чтобы она у нас выровнялась. И Ctrl-J не работает. Ну что, давайте ее вручную так поставим. Так, у нас всем... Вот. В более мелкой сетке у нас Ctrl-J может сработать. Все хорошо. Так, давайте. Наверное. Так вот. Так. Делаем. Не забываем, что мы работаем в 64-й сетке. Точнее, да, ну, 64. Самое удобное. Давайте мы... 64, хотя здесь нет в этом надобности. Давайте. Так. Делаем. Таким образом. Делаем вот так вот. Это тогда мы уберем. Это поставим вот так вот. Выше. А точнее, давайте... Наверное, не так. Давайте мы сделаем ее обратно. Ctrl-4. Выровняем. Ctrl-J. G точнее. И сделаем, допустим, вот такой вот высоты. И просто вот так вот обрежем. Видим, что стрелка у нас показывает туда. Значит, все правильно. Просто нажимаем Enter. У нас обрезается. Остается колк. Ничего страшного. Можно просто еще раз затекстурить и все. Так. Это у нас небольшой такой подъемчик. Давайте сделаем сетку поменьше. Здесь вот этот край также обрежем. Так. Так. Стал браш. Ничего страшного. И вот здесь уже, допустим, мы можем немножко вот так вот... Давайте подвинем, допустим, чтобы у нас ровно по сеточке это все было. Делаем так. Так. Экстурить, наверное, будем потом. Давайте. Сюда мы забрались. С видом сверху посмотрим. И давайте здесь сделаем тонюсенькие палочки. Подровняем, чтобы они были ровно по центру. И сделаем... Так. 10 юнитов. Давай конкурсы. 16. Ладно. Будем... Будем милосердны. Пусть будет 16. Толщина 8. В принципе, вполне хватит. И сделаем... Значит... Большой такой мостик. Своеобразный. Сетку можно покрупнее. Как-нибудь... Вот так вот. Па сразу. Все ровненько ставим. Здесь... Совсем, правда, ровно. Потому что... У нас вот это вот так вот. Просто... Это уберем. Это вот мы... Нажмем копировать. Подзеркалим. И просто... Ставим. Да, тут погрешности из-за этого. Это просто... Так. Все. У нас ровненько. Такой вот небольшой мостик. Который мы... Который мы... Давайте так же. Вначале, конечно, надо было... Так. Ладно. Сейчас разберемся. Давайте. Все делаем по образу и подобию. Сопируем текстуру. Сопируем. Сопируем. Сопирать не будем. Теперь давайте вот этот. Просто берем. Копируем. Врезаем вместо той браши. Копируем. Врезаем вместо той браши. Точно так же. Выделяем, копируем. Врезаем вместо этих брашей. Точно так же. Вот эту. Врезаем сюда. А эту мы вручную. Сами можем. Вполне себе. Текстуру. Так. И в 2D окне, кстати, не текстуется. Я вот сейчас попробовал. Проверить таким способом. Было бы прикольно, но я control. Просто вот так вот. Будет. Но у нас летает серия окне таким образом. Ну, ничего. Так. Давайте. Значит. Возьмем. Просто темную. Из тех, что мы использовали. Так. Надо вначале было. Да, я немножко туплю. Кто посмотрел уже про гранаты. Они знают, что у нас. Точнее. В общем-то, просто много работы. И на самом деле. Контент делать тоже надо. Давайте мы уже вот эту затекстуренную. Просто раскопируем. Режем. 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 Все скопируем. Режем. Не забывайте раз выделять все браши. Потому что если вы вдруг отсюда начинете тянуть, у вас браш тоже потянется. Поэтому будьте аккуратны. Будьте, как говорится, бдительны. Не забывайте. Все раз выделять. Раз выделять это очень важно. Особенно, когда у вас многослойная карта. Вы можете что-то зацепить. Это увидите только потом. И всю карту вы просто запоганите. Переделать вам, естественно, не захочется. Так. Здесь у нас что? Давайте здесь у нас. Работа покрупнее. Так. Делаем, значит. Уравниваем. Сетки. Делаем так. Ставим у нас лампу. Делаем на нее ресет. Делаем кейт. Так. Врезаем, естественно, ее. Напоминаю, что браш в браше находиться у вас не должна. Это очень чревато. Так. Сюда я предлагаю эту полосочку. Весьми юнитовую. Сделать светящейся. Чтобы мы видели. И вот здесь, вот цветом сверху, давайте тоже. Так. Мы уже скопировали. Давайте через E этот уголок мы выровняем. Просто, чтобы у нас ровная фигура получилась. И здесь уже давайте, чтобы... Так. Все равно что-то неровно, да? Видим. Это вот у нас. Что это? Какое-то. Так. J давайте выровняли. А, у меня здесь в принципе не по сетке. Все. Не вопрос. Удаляем эту браш. То, что мы скопировали вначале. Делаем Ctrl J. Чтобы было по сетке. Ctrl G. Точнее, Ctrl G. Не путаем. Еще раз скопируем. Нажимаем E по граням. Выравниваем, чтобы у нас ровная фигура была. Поднимать не будем. Просто так же мы ее... А, что все равно так вот спрячем. И здесь уже давайте в четвертой сеточке просто вот так вот сохраняя традиции. И врезаем. И, собственно, копируем сюда браши. Наши, как говорится, браши. У нас удачненько здесь еще так обрезалось. Поэтому давайте боковины тоже пусть у нас светятся. Все будет хорошо. А эту мы тогда не будем засвечивать. У нас так и будет. Обязательно делаем reset текстуру. Чтобы они смотрелись ровненько. И сзади... Так, проверим, где-то ли браши в браши у нас. Сзади тоже затекстурим. Такой вот у нас получается здесь мостик достаточно. Как бы пропрыгиваемый, я считаю. Эту браш... Ага, я все залепил. Давайте ее сделаем светлой. Письма. Пишка я там дал. Давайте вот так сделаем. Так, и я предлагаю, чтобы у нас это было не совсем прямо уж так зеркально. Давайте выделим вот эту у нас фигуру. Делаем сетку покрупнее, чтобы не мельтешить. Но в 32-й самое такое оптимальное. Копируем ее. И давайте вот сюда мы ее ровненько по сетке поставим. То есть вот мы отсюда прыгаем, чтобы было это все более реально. Давайте сделаем вот так вот. Скорость мы тут должны набрать. Собираемся. И отсюда уже с более, так сказать, высшей фазы мы берем, обязательно скрываем старт триггер. Чтобы мы его не захватили. Выделяем все наши падики. То, что мы настроили. Копируем. Зеркалим. И ставим вот сюда. Даже сразу ровненько поставил. Единственное, нам нужно его по высоте выровнять. И, естественно, первый падик должен находиться чуть-чуть подальше, чтобы... Я думаю, так будет приемлемо. И небольшую, так сказать, особенность. Давайте мы... Это мы отзеркалим. Там у нас многослойное, поэтому... Давайте берем так. Зеркалим. Выравниваем по высоте. Далее. Берем... Этот падик. По высоте его также выравниваем. И вот этот в 3D-окне тоже можно так выделять, если что. Я вам, возможно, не говорил. Либо вы, может быть, забыли. Это все очень полезные функции, чтобы 15 раз мышкой не тыкать. Это мы тоже зеркалим. И точно так же... Так, не сместил. Точно так же давайте поднимем. У нас, видим, немного не по сетке, да, пошло. Поэтому делаем сетку помельче и просто ручками уже выравниваем. Никаких проблем у нас не будет. И вот эти уже падики, оставшиеся, мы все выделяем. Делаем сетку покрупнее, чтобы не мельтешить. И более так. И просто поднимаем по уровню. Вот. Такой вот у нас получился уровень. Теперь у нас, если здесь, допустим, в CPM, можно было бы... Если бы мы делали обратно просто так же, мы бы, возможно, могли срезать. Теперь у нас этого не получится. Теперь давайте расставим. Давайте нажимаем Ctrl-H. Unhide-им все. У нас был в хайде только Start Trigger. Start Trigger давайте мы на всякий случай сделаем. Может быть еще пошире. Мало ли что. Я всегда лучше сделаю везде все пошире, чтобы великие дефрагерские умы не догадались, как обойти это дело. Так. И, 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 и. У меня ощущение, что верх ногами текстура. Тут верх ногами текстура, да? Ну ладно, я думаю, никто не против. Совсем заморачиваться сейчас не будем, потому что все это естественно так. А почему у нас здесь... Все это естественно по-хорошему нужно править, но... Так как... Времени, грубо говоря, у нас не особо есть. Так, надо будет здесь еще все потестить. Здесь мы поднимаемся, здесь все хорошо. Еще раз пролетаем весь наш путь, чтобы не было никаких факапов так называемых, чтобы все у нас было качественно. А, там потому что мы отзеркалили, и у нас верх оказался низом. Поэтому у нас так. Давайте мы тогда попробуем это как-нибудь быстро пофиксить. К примеру, мы это отзеркалим. И вот так вот. Вот. Да? Да. Теперь у нас вверх-вверх, а низ-вниз. Еще раз берем. По высоте. Еще раз ручками подравниваем. Все. Здесь вроде бы все нормально. Это у нас финальный пат. Давайте мы его... Давайте мы, естественно, здесь делаем копировать. Ctrl-4. По сетке Ctrl-G. Делаем повыше. Правой кнопкой. Триггер. Мультипл. Появляется у нас триггер. Все раз выделяем через Escape. И таргет стоп таймер вешаем. Вначале выделяем триггер. Затем таргет. И коннектим. Ctrl-OK. Теперь, так как у нас вот это, допустим, ключевое, как бы, центр. Давайте мы возьмем сам центр. Наши бедные несколько юнитов копируем. Делаем так же Ctrl-4. И просто вот так вот. Допустим, давайте, чтобы красивенько. Ctrl-G не работает. И вот, сетку сделали помельче. Все заработало. Давайте у нас красивенько, ровненько затянем. Сколько у нас? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да, по-моему, неровно. Кажется. Так ровно. Ладно. И суть. Делаем его вниз. Делаем его вверх. Кстати, старт тоже у нас растянут вниз. Всякий случай, чтобы, мало ли что, мало ли чего. Делаем trigger multiple. Multiple у нас может конфликтовать, точнее взаимодействовать с текстурами. Ничего страшного, если он у нас где-то внутри текстуру проходит. Ничего страшного в этом нету. Так. Делаем target checkpoint. Ctrl-K. Есть у нас чекпоинт, есть у нас старт, есть финиш. Давайте сделаем kill trigger. Так, сетку покрупнее. И, так, я думаю, это можно сделать повыше. И, к примеру, вот отсюда, чтобы далеко не падать, мыть их немного вот так вот... Растянем. Чуть пониже. И сейчас мы сделали просто полосочку. Видите, какая у нас сверху текстура прикольная. И чтобы никто у нас никуда не убежал, давайте мы везде поширше так вот растягиваем. И получается у нас вот такая вот полоска. Во всех видах обязательно проверяйте, чтобы у вас это все выглядело красивенько, чтобы у вас это выглядело стабильно. В плане... Не знаю, в каком плане, просто стабильно. Стабильность наша, все. Так, и делаем kill. Триггер также multiple. Давайте сбоку сделаем. И сюда target kill. Килаем kill. И мы приближаемся. И также, точно так же, в начале триггер, потом target выделяем и коннектим. Так, запись идет. Type C идет. Вот, хорошо. Так. Далее. Что далее? Давайте повесим skybox. Я все-таки передумал делать... С черным просто небом. Все равно давайте какой-нибудь skybox повесим. Значит, есть достаточно такой темненький skybox, который не дает много света. Значит, нам нужно сделать комнату. Комнату мы делаем чуть шире, чем триггер. Триггер, если он будет находиться за пределами нашей комнаты. А комната, это, условно говоря, наша карта. Делаем чуть шире. У нас включается... Вот у нас этот skybox. Если он выходит, по-моему, это не очень хорошо. Он будет... Там будет ликит, либо еще что-то. Нам это не нужно. Давайте делаем просто комнатку вот такую. Чтобы было красиво. И далее мы ищем наш любимый skybox. Я не помню... Не помню где. Где-то я видел темный классный skybox с черными облаками. Вспоминать песню. По-моему, не здесь. Здесь. Есть вот этот skybox Nebula, который я обычно использую. Вы могли его часто видеть на люси-картах. SFX. Это у нас обычные облака. Не путайте облака со skybox. Потому что у многих облаков. Если мы, допустим, сейчас давайте... Давайте я вам покажу. Так, нам нужно для начала... Через control выделяем только видимые полигоны у этой комнаты. Сколько видимые полигоны выделяем. Вешаем, допустим, вот эту текстуру. Да, sky. Я вам покажу разницу сейчас. Повесили sky. Давайте теперь сделаем spin-up. И сразу прочитаем light. Как видите, liquid у нас исчез. Liquid у нас нигде нет. И давайте посчитаем light. Light теперь со skybox будет считаться намного дольше. Как мы можем заметить. Но это еще относительно быстро. Потому что у нас карта небольшая. Светящихся элементов. Могло быть, конечно, и поменьше. Но мы сделали именно так, как мы сделали. Я на глаз примерно уверен, что это все проходится. И тестить прямо совсем четко не буду. Не обязательно встать. Видим мы, что закончился счет. И давайте перезайдем на карту. Если мы делаем облака на skybox. То у нас получается дырявое днище. Видим мы, что у нас окрасились карты от skybox. Но skybox не забываем, что он у нас выключен был. Вот. У нас появляется, видите, дырявое днище у облаков. Потому что это облака. Они предназначены для того, чтобы их просто на потолок вешать. Вы наверняка могли видеть на картах. Просто, допустим, две стены. И чтобы потолок не заморачиваться, не делать. Люди просто делают. Облака вешают и все. И они очень хорошую атмосферу нам создают. Но они ни в коем случае не предназначаются для... Как бы как skybox. Поэтому мне еще нравятся. Именно вот эти облака не була. Потому что это вроде как облака. Но у них огромный плюс. Они облаками облака. Но низ у них черный. То есть у них нет вот такого размазывания. У них есть это днище. И все прекрасно. Так, давайте. Вернемся. В нашу карту. И давайте найдем хороший skybox. Выделяем обязательно видимые только грани. Задние части нам не нужны. Пусть и не остается колк. Чтобы они у нас не просчитывали. Чтобы лишнего нам ничего не делалось. Так, давайте искать тот skybox, который я помню. Который я хотел сделать. Так, skydark. Это тоже, кстати, классные облака. Но, к сожалению, это облака. К сожалению, это не skybox. К тому же у них у всех разная светимость. И это тоже... Так, здесь мы смотрели. В лунду смотрели. Неужели в таб? Cloud. Skybox, в принципе, легко отличить и по самой картинке. Блин, неужели... Где я? То у меня стекло исчезло. Еще что-то. Skies. Skies это здесь обычные стандартные все идут. Вот это у нас skybox уже. То есть, ну, облака сразу видно, что вот у них текстура. Вот они все такие. Они немножко отличаются по цветам, немного по форме. Но skybox и сразу видно, что это skybox. Тем более, здесь в стандартных еще и написано, что skybox. Это все у нас облака-облака. Есть вот black. Но black он дает тоже немного света. А я хочу именно те... Которые были... Где они были, теперь не сыскать, похоже. Тут тоже у нас skybox, по-моему. Но он слишком светлый, он нам не подойдет. У нас игра на контрастность. Если мы сейчас не найдем, то мы повесим черные текстуры и забьем. И забьем. Здесь тоже... Скайбок. Секлаем эту... Сандремеди нету. А вот какой-то есть у нас. Давайте его попробуем. Потому что... У меня был этот skybox. А где он? В 12 ярдах. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Вот он, темненький. Давайте мы его все-таки, который я хотел, сделаем. Не ресетать ничего не нужно. Потому что это шейдер. И он будет сам автоматически подстраиваться. Делаем еще раз. Потому что мы поменяли текстуры. Мы делаем bc-noop. Еще раз просчитываем light. И разные skybox тоже по-разному просчитываются. Как видите, этот skybox немножко побыстрее, по-моему, просчитывается. И сейчас мы посмотрим на нашу красоту. Так. Перезапускаем карту. До сих пор у нас бc-3 физика, но окей. Да, вот. Классный. Классный, абсолютно крутой skybox. Низ черный. Облака не дают слишком много света. Поэтому давайте мы сменим. Физику. Скачем по нашим. Светящимся. Падикам. Тут даже. Ой-ой-ой. Вот. Значит. Прыгаем мы слишком далеко. Поэтому давайте с видом сверху видим. Мы взяли немножко, грубо говоря, с запасом. Ничего страшного. Теперь давайте мы... Так. А как-то можно было skybox, по-моему, убрать прямо? Урау. Ответительность модели. Лайт. Триггерс. Фильтур. Просто выделим вот так вот skybox. Выделим также триггер. Все это скроем. Нижний skybox тоже скроем, чтобы нам это не мешалось. Выделяем вот так вот все вместе. И немножко двигаем на пару буквально квадратов. Чтобы нужно было сложнее долететь. А конкретно давайте, знаете, что предлагаю. Так как у нас там... Давайте подвинем пока вот сюда. Таргет. Ладно. Скроем, чтобы не мешался. И здесь давайте мы немножко это дело все раздвинем. Так. Сколько тут примерно расстояния? Примерно circle. Так вот. Делаем. Так. Обязательно. Делаем все. Так. Так. Тригруем. Да. Раз, два, три. Здесь мы вот так берем... Так. Развыделяем все. Берем вот так. Вместе с таргетом двигаем. На три. И точно так же здесь. И не забываем развыделять. Три. Так. И вот здесь у нас не хватает, да? Кстати, мы... Либо мы можем... Взять все вот так вот. Вот так вот. Все. Так вот. Сколько нам не хватает? Ну, давайте вот так подвинем. Там, если что, сдвинем. Так. И здесь у нас получается... Начнем с этого. Раз, два. Здесь у нас раз, два, три. Здесь у нас раз, два, три. И раз, два. Почти даже угадал. Так. Таким путем. Вот мы и удлинили геймплей на нашей карте. Теперь Ctrl-H делаем. И наша задача теперь немножечко все подредактировать, чтобы у нас это все влезало. Давайте для начала, опять же, скроем Skybox. Наш классненький, чтобы он не мешался. Через Shift все выделяем. Нажимаем H, чтобы это все исчезло. И... Вначале сделаем... Ну, вначале триггер, значит, kill. Подровняем. Теперь я предлагаю... Я тут подумал. Давайте мы его совсем удалим. И просто новенький, даже пониже его сделаем. Чтобы у нас меньше обсчитывался. И... Чтобы было больше... В плане оптимизации. Так. Чуть. Так вот. Пойдем. Ровненько. Ну, не обязательно прям ровно. Это я уже затошно, конечно, делаю. Но... Все равно. И вот у нас... Так. Не будем далеко растягивать. Все равно никто до потолка не допрыгнет. Делаем рум. Можно и такую рум сделать. Ничего страшного. Выделяем только видимые полигоны через Control. И вешаем еще раз Skybox. Все. Давайте теперь сбилдим. Давайте вначале без света просто потестим, как это у нас теперь все выглядит. Так. Почему-то внизу... Нету Skybox. Очень странно, но ладно. Давайте. Идем все равно. Может быть, потому что мы его не просчитали. Честно говоря, я такое что-то не встречал. Так. Давайте. Тестируем нашу... Тортуру. Буду новым Борисом. Я давно хотел какую-нибудь такую Тортуру сделать. Поэтому... Да, вот он. Вот эта хардкорность, которая нам... Ммм. Нужна была. А вот здесь вот... Я, наверное... Удлиню просто вот эту саму палочку, чтобы можно было в ИК-3 спокойно забраться. Здесь мы немножко пошире сделали. И, соответственно... Вправдно это все. Так. И давайте... Увидели... Что здесь мы не допрыгиваем. Так. Мы... Видите, если мы все выделяем через Shift, у нас все выделяется. Поэтому давайте мы... Ммм. Еще раз. Вправдно. А, я на низ не положил. Вот почему. Так. Давайте мы сюда положим. И... Это тоже скроем. Теперь... Давайте... Лфхачим, чтобы... 15 раз все не выделять. Так. Мы увидели, что здесь нам тяжело долетается. Поэтому давайте... Сделаем вот так поближе немножко. И теперь... Вроде как... Расстояние здесь одинаковое от этого до того. Должно быть хорошо. Хорошо. Так. Хайдим. Считываем еще раз и смотрим. Можно даже... А, я умер. Да, окей. Обычно это лучше всего делать в девмапе, потому что вот мы раз пропрыгали эти все попалочки. Чтобы по 15 раз это все не пропрыгивать, мы просто сейвимся на ключевой точке. Делаем сейвпоз. На ключевой точке, где нам нужно что-то подредактировать. И просто когда перекомпиливаем, сейвпоз же сохраняет относительно... Ну, в пространстве координаты, а не именно на карте. Поэтому если мы что-то на карте меняем, даже если мы на месте сейвпоза поставим стену потом, он у нас в этой стене все равно окажется. Игрок, я имею в виду. Оп! Вот здесь я забыл. Вот. Нет, все равно полезно, конечно, иногда пробежаться, чтобы ничего не забыть. Здесь у нас достаточно легко все пропрыгивается. Я думаю, в ВК-3 тоже здесь проблем не будет. И вот здесь уже, да. Теперь, да. Все, мы там спокойно допрыгаем. Можно даже... Давайте... Выделим. Выделим. Смотрим вот так, чтобы ничего лишнего выделено не было. Давайте мы... Я бы вот так даже, наверное, чуть подальше подставил. Уделяем. А эти, наверное, пусть так будут. А здесь... А давайте здесь сделаем такую подляну. Уберем триггер. Возьмем вот эту палочку нашу. Точнее, не подляну, а просто элемент геймплея. Назовем это так. Здесь мы... Давайте выровняем. Сделаем восемь. Так вот. Копируем. 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 Копируем, типа такой. Вот видите, если мы с видом сверху пытаемся выделить, у нас выделился потолок. Потому что, как бы, перед нами еще потолок целый. Поэтому я тоже рекомендую все вот эти скайбоксы вообще в самом-самом последнем... В самую-самую последнюю очередь делать. Так, сетку покрупнее, чтобы у нас не смещалось. И вот так вот. Типа тебе надо именно сюда попасть, а не как-то там зацепить. Хотя это, наверное, немножко лишнее, но... А, окей, ладно, нет. Я не буду делать так. А то меня все загнобят за такую карту. Так, и здесь мы... Нам надо... Давайте ее вот так выделим. Развыделим скайбокс. И здесь мы давайте... Видите, если мы тянем, у нас все текстуры разные. Браши, точнее. И она очень плохо тянется. Поэтому мы можем сделать каким образом? Мы можем вот эту вот подвинуть в браш. Допустим вот сюда поближе. А вот эти вот уже просто дотянуть. Можем таким образом сделать. Либо, либо, либо возвращаем просто все. Берем нашу вот эту палочку. Крутируем просто и вот так вот перед этой вставляем, чтобы у нас была некая возможность прыжка перед наклонной. Пошире, наверное, не буду делать. Это все-таки тортура. Надо быть... Надо быть немножко извращенцем. Пусть так. Все. Делаем BCP, но оп. Делаем лайт. Быстренько у нас, видите, сделал скайбокс пониже. И уже быстрее сразу видно. Просчитывает. Так, все просчитал. Усит Артура. Делаем фасткай 0. Все у нас красивенько. Все у нас свистый пердит, который я люблю. И давайте ее, наверное... Пройдем. Видим мы, что у нас достаточно атмосферненько даже получилось это сделать. Что у нас все это светится. Это все не просто белым, а именно светится. И это видно, потому что нету пересвета от непосредственно на скайбоксах. Может даже здесь так стабильно пропрыгать. И вот видите, у нас такая сейвовая зона есть. Конечно, внутрь упасть можем, но... Ладно, я... Давайте я пролечу просто. Че стоим? Пошедем. Это гост. Если что. Так. Еще раз все проверяем. Ну и здесь тихонечко допрыгиваем. Так. Теперь давайте сделаем левел шот. Чтобы левел шот был... Видите, я не могу выше подлететь, потому что skybox. Давайте сделаем какой-нибудь вот такой вот, наверное, на дабл шот. У меня на F9 сделать скрин. У вас вы можете забиндить просто скриншот. Скриншот жопег. Такую команду. Просто бинт что-то, скриншот жопег и все. Так. Сделали скриншот. Давайте выходим. Теперь данный скриншот. Так. Мы его берем. Он у нас в бейску 3. Нет, нет, стоп. Он у нас вот единственное. Он у нас в дефраге в радиантовском. Вот у нас наш левел шот красивенький. Немножко пустовато, наверное, слева, да? Давайте. Давайте теперь снимем. Так вот. Пусть. Так. Отлично. Так. Еще раз сделаем. Является он вот здесь. Так. Называем его именем карты. То есть у меня это в моем случае Люси Тортура. Я ее могу смело вырезать отсюда. Так. Сажу обратно. Так. Не в дефраг. Я проверил просто есть ли захват. Потому что захват экрана иногда не очень ровно работает. Я волнуюсь. Вдруг что-то высказнет от ваших глаз. В бейску 3 в левел шоты мы закидываем. Если у вас этой папки нету ее можно просто создать. Делаем. Ну. Как обычно создаем папку, да? Просто создать папку и называем ее левел шот. Видим мы, что у меня тут уже некоторые есть. Их можно отсюда не удалять. Добавляем Люси Тортура. Давайте название скопируем. И теперь в скриптах чтобы у нас было полноценно все. Я люблю игры с большой. Переименовываем просто defi файл наш. Заходим туда. В map значит меняем что у нас Тортур. Обязательно чтобы он назывался точно так же как мапник. Видим мы, да? Что и как. Long name это значит что можно назвать? My first Тортура к примеру, да? Или я не знаю. можно оставить его пустым, но я не хочу оставлять его пустым. Давайте я просто назову его Тортуру. Ничего страшного не будет. After Люси style run VQ3 проходится ЦП проходится. Все. Сохраняем. Закрываем. Это пока сворачиваем на всякий случай. И давайте делаем финальную компиляцию, где он собирает абсолютно все в одну единую часть. И обязательно нужно это делать для того, чтобы собрать в дальнейшем нашу карту. финал он как видите делает дополнительно еще какие-то манипуляции. Вот он свет считает TraceGrid. Быстренько сейчас просчитает и все в принципе. Так. Он у нас все просчитал. Теперь делаем make.pk3 автоматически это все собирает. И чтобы он автоматически это все собирал, мы должны все это как мы уже сделали распихать. то есть вот мы сделали teffy файл в скриптах который должен находиться в левлшотах Lucid Arturo у нас теперь стоит. Теперь мы делаем make.pk3 так консоль не зависает. Нет у меня почему-то консоль зависла на для движения потом напишу. Так и теперь он у нас видите Lucid Arturo автопакет. Если просто автопакет написано на самом деле по-хорошему нужна консоль чекать чтобы там он все обнаруживал и дефи и левлшот чтобы все у него было в порядке но если что-то не в порядке обычно здесь пишется файлет крупными буквами и как бы если файлет то нужно смотреть консоль смотреть что не так работает может быть какие-то шейдеры кривые не работают может что-то еще автопакет с подчеркиваем нам не нужно мы его просто для название пока 3 никоим образом не влияет вообще на название в целом заходим проверяем на всякий случай что вот у нас bsp лежит lucid arthur level shot lucid arthur так и скрипты чекаем тоже что у нас тут это у нас собрались здесь все шейдеры которые мы использовали и дефи файл lucid arthur все все у нас есть теперь давайте так как у нас есть пока 3 давайте мы его из этого дефрага выйдем отсюда мы тоже радиант мы закроем потому что он у меня завис не знаю почему он зависает так диалоги закроем так не вырезаем давайте на всякий случай просто копируем отсюда появляется карта у нас в 3 просто не в дефраге нигде просто в кутри вот у меня будинни тут ее можно уже удалить артуру копируем я обязательно всегда проверяю на своем обычном дефраге чтобы все работало заходим в свой дефраг и проверяем видимо что левелшот у нас появился что все хорошо и здесь у нас все работает пикмип у меня завышенный поэтому пикстурок как бы как таковых ну особо не видно но ничего страшного можем просто пролететь чтобы это все было снизу мы не делали видите даже снизу достаточно так атмосферно смотрит здесь как будто ничего нету на самом деле тут палочки палочки главное не пролетать через текстуру потому что как мне показалось пролетел если вы пролетаете через текстуру вероятно ее нет либо если вы точнее невероятно ее нет если вы врезаетесь в пустоту значит у вас там где-то текстура в текстуре это не совсем правильно это нужно все чекать это но у меня было такое пару раз но если за этим тщательно следить если вы начинаете там копировать повернули вам не понравилось нажали ctrl z потом снова начали копировать у вас естественно старая копия остается ее нужно удалять нужно за всем этим следить в общем-то видим мы что карта в хорошем состоянии ничего там не сломано и теперь давайте аплодить заходим просто на сайт vs.3do.org в вкладочку аплод здесь мы выбираем файл так это что у меня это мой дефраг отсюда давайте сет артур все выбрал где файл нажимаем аплод он думает и говорит о некоторых ошибках во-первых он говорит что нету player intermission это по-моему точка появления спектатора по умолчанию она появляется то есть когда вы заходите в спектатор вы оказываетесь в какой-то части карты по умолчанию вы оказываетесь на player старте поэтому это неважно первое если видим мы вот эту строчку все значит все хорошо ничего страшного но в readme файл readme файл тоже не обязательно его можно не делать the map файл missing textures or shaders вот он нам показывает что нету некоторых текстур shaders это у меня случился небольшой факап потому что где-то я там когда менял текстуры я не на всех гранях поменял обратно текстуру на которую захотел и на каких-то там внутри со внутренних сторон у меня остались вот эти текстуры вот этого быть по идее не должно но как бы и поскольку я знаю что это норм у себя что я вот эти вот то что вот light там и так далее где-то поэтому вроде вроде да металл я не вроде не делал да нет вроде нет нормально должно быть все или нет или нет ну-ка давайте еще раз а нет у меня же светилось все все нормально да используется одна текстура и шейдер кутрия арена модификация скайс дим клаус дим клаус я по-моему не юзал возможно где-то опять же это осталось но это не точно в общем-то у меня вроде все работало то есть если но я проверяю на двух дефрагах если все работает значит все хорошо далее что нам пишет 5 текстур где-то не используются какие-то 5 текстур это видимо от шейдеров а это вот гримнайт это у нас этот это skybox там есть обычная развертка несколько текстур а есть шейдер мы использовали шейдер он связан с этими развертками поэтому он говорит что они типа якобы не используют 39 шейдеров не используются это потому что у нас используется там грубо говоря один шейдер да к примеру вот это вот один шейдер но он в себе вмещает очень много информации то есть тут шейдер не на одну текстуру а на несколько и вот он здесь пишет что такие-то шейдеры не использованы для таких текстур и какая-то две нон-слит шейдера 12 ярд шейдер цел cpm1 шейдер не знаю не знаю ну вроде как ну это обычное дело тут всегда всякого написано я обычно уже не смотрю это все самое важное смотреть вот сюда потому что здесь обычно могут написать там что-то не знаю ну что-то негативное про вашу карту если написано лучше отозвать нажать delete и лучше всего пересмотреть что-то пересобрать и так далее в общем-то давайте релизим и все вот у нас появляется карта есть у нас здесь левел шот можем поставить сразу 5 звездочек я всегда ставлю не знаю зачем я начал недавно так делать вот и все по сути у нас эта карта есть заходим в карты и вот пожалуйста уже наша карта создана в общем-то все я думаю в следующий раз мы сделаем какой-нибудь слик я хотел сделать слик сделаем двери может быть пишите кому интересно в комментариях что попробовать сделать на карте чтобы разобрать этот момент и чтобы вам было удобнее и понятнее смотреть потому что в левел дизайне здесь во-первых старая информация во-вторых далеко не все есть и не все понятно но тем не менее кто хочет пожалуйста можете проштудировать я это все дело уже смотрел тут реально есть полезная информация но все равно как-то через раз тут некоторые вещи работают поэтому вот так что все надеюсь было полезно было понятно увидимся в следующих так скажем уроках и всем удачи всем хороших хард всем пока уроках Продолжение следует...